Где ролики за июнь и июль, лысый? На винте, в исходниках. Сейчас остыну и смонтирую первый. Уже смонтировал. Привет! Снова Sportage, снова черный. Но теперь это третий рест и частично другие процедуры. Задача как следует отмыть, отполировать и сделать химчистку в салоне. Все это машине не впервой, но время прошло и пора повторить. Продолжение следует... Химию подбирал, чтобы в кадре оказалось побольше новинок. Да-да, для меня это новинки, не забываем про мое тотемное животное. О 7 составах, что на канале впервые, расскажу подробнее. Надеюсь, ютуб шевелится исправно. Приятного просмотра. Сейф второй серии развожу заранее. Сегодня обязательно сравню его с бесконтактом первой версии. Сперва сбить с колес и арок основную грязь. Вот теперь химия. Fresh Wheel – очиститель колес, то есть работать можно и по шине, и по диску. Пена розовая. По запаху плюс-минус стиральный порошок. Как из резины тянет грязь, видно на этих кадрах. Пока Fresh Wheel работает на колесе, в арку задуваю сейф 2. День мойки выдался жаркий, 30 с лишним градусов. Перчатки в такую погоду – мазохизм. На резине от розового не осталось и следа, его сменила бежевая грязь. На диске пена до конца не обесцветилась, но поверхность не окрасит. Диск отмыт. Айрон позднее не даст на нем никакой реакции. На шине, меж букв, куда не пролезла щетина, видно грязь. Ее уберет второй проход. Дверные проемы ухожены, им много внимания не нужно. По коврам тот же Fresh Wheel. Хватило одного прохода. На протяжении нескольких роликов я сравнивал новые шампуни с зеленым сейфом. Красный не станет исключением. Предмаксимальные концентрации, эмульсия, одинаковые условия. Ничего не понятно? Мне тоже. Дождался машину погрязнее и все по новой. Здесь сейф 2 справа. Видно, что новинка скромничает. Не тащит грязь, как прежняя версия. Но давление результат уравнивает. Это видно по блеску на двери и подтекам на пороге. Ролик с Октавией я не снимал, но есть пост на Drive 2. Случай был запущенный. Возвращаемся к корейцу. Впереди разлет эмульсии, плюс 32, маска. Поехали. Далее про сейф 2. Ароматизаторов по-прежнему нет, но запах менее щелочной, чем у единички. И двойка обещает быть экономичнее. При разведении ее нужно меньше. Профики, как вытаскиваете муху с сеток на решетках? Я лучше пинцета ничего не придумал. Есть идеи? На вторую фазу кислотный ручной мистик. По пене, лубриканту и запаху на уровне аналогов. Пахнет чем-то прачечно-стиральным. Мне в целом каждый раз тяжело описывать кислотники. Это сервисные составы без ярких свойств и эффектов. Нейтрализация щелочи, профилактика кальция, но вы в курсе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К вечеру температура упала до 28, работать стало проще. В кадре троица для химчистки кузова. Тут хлопот не было. В этом плане машина также не была запущенной. Комментировать особо нечего. Химия давно разобрана на канале, и я умолкаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зайди давай. Ты будешь знаменитым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, примерно, профдеформации. Когда вижу такой закат, вспоминаю геройский дабл-блэк. Наверное, так выглядит детейлинг головного мозга. День второй, химчистка. Почти всю работу сделает нейтральный иннерфом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где нейтралки не хватит, поможет слабощелочной клинкебин. Начал со стоек и потолка. Иннерфом встречает аромат амазона. Первая мысль, будто рядом с лазерным принтером во время печати стою. Мне этот запах нравится. С составом работать комфортно. Штука эта слабопенная. Вена оседает быстро, и снять ее с поверхности легко. Самое то для потолков и общей химчистки в незапущенных машинах. В оконных проемах работал с клинкебин. Тоже слабопенен, но помощнее предыдущего. По запаху очень сладкий зеленый чай с киви. Даже приторный. Тот редкий случай, когда я с геройским составом не снюхался. Однако это личные настройки моего носа, и многим клинкебин заходят. Фибра после водительской двери выглядит побита. Еще бы вычистить такой сложно выдуманный уплотнитель. Кое-какая разборка, и можно чиститься. Педаль газа от разъема не отцеплял. Она нормально отводится в сторону. Тем временем на горизонте началось что-то интересное. Пришла без шуток моя любимая погода. Дожди и грозы сохранятся до последнего дня работы с этой машиной. Первая стадия по полу – пылесосинг. И не успел я закончить, как выключили свет. Зато появилось время поотвечать на ваши комментарии. Но электричество дали, и работу можно продолжать. Я вижу, насколько вы активны под моими роликами. Не принимайте близко к сердцу, если ваш комментарий все еще без ответа. С ростом канала, занятостью и усталостью общение дается сложнее. И из своих любимых детейлерских чатов я давно выпал. Надеюсь, вернусь. Мир детейлинга, привет! Ковролин тут местами пушистый. Это надо учесть при чистке. Это второй этап по полу. Как обычно, насадка Тернадор Плюс объединяет Тернадор и пылесос в один узел. Чистка идет почти без разлета песка. Сперва проход с подачей воды, затем сушка с перекрытым краном. Работы для химии остается минимум. И общее количество грязи, которую отдал ковер к этому моменту. Тут у меня в руках снова нейтральный инерфом. И первый почти за три года затык от моего экстрактора. Помпа перестала подавать воду. Разбираться некогда, нужно извлечь химию, пока не высохла. В качестве поливайки выступил Моралекс. На безрыбье схема рабочая, но очень долгая. И придется искать подход, чтобы и долить, и не перелить. Вода не пенится, в баке пены тоже почти нет. И спустя короткое время ковролин сух, как ни в чем не бывало. Но работать таким же макаром с креслами желания не было. Пришла идея, как поправить помпу. Дунуть в обратку. Немного, атмосферы 2-3. И это сработало. Примерно на пару месяцев. А потом приехала та самая Октавия, и произошло это. Будь я без наушников и маски, наверное, почуял бы неладное раньше. А так до меня дошло, только когда пропала тяга. Времянка же пока выглядит так. Ведро с мотором в воду не подаст, но высосет. Новый пылесос пока не в планах. Я тут, знаете ли, увлекся, если не сказать влюбился. И в перспективе подкоплюсь в ту сторону. Возвращаемся в прошлое. Кресло. Главная заноза по части кресел – мелкие волоски, что засели в ткани. Где-то помогал торнадор, где-то скотч или пинцет. Тут все по-прежнему. Низушка, пластик, ткань. Химия лучше работает на влажном. Подмочил, нахимичил, пошуршал, извлек. Все дела. Перешел на такой пеногаситель. Преимущество – дозатор, с которым не заляпаешься. Вода из водительского. Я же говорил, кресла чистые. Пылесос от торнадор с водой ранее вытянули почти всю грязь. В некоторых случаях с химией лезть нет никакого смысла. Далее дверные карты, панель, тоннель. Короче, пластик. Комментарии излишни. Перед пассажиром какие-то пятна. Ни в какую неубираемые. Победить не смог. Естественно, сперва пробовал сильные очистители на незаметном участке. Мухи не спят. Мухи видят чистоту. Мухи клали на чистоту. Быстрая чистка кожи и салон можно собирать. Впереди полировка. По полировке все очень похоже на предыдущий Sportage. С той разницей, что эту машину ранее уже полировали и наносили защитные покрытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не лишнее в первую очередь проверить толщину лака на ребрах. Тут все в порядке, предыдущие мастера знали, что делали. Почти весь первый этап будет сделан F-кой. Ашка пригодится точечно и редко. Некоторое резиновое и неокрашенное я не маскировал. Оно находится ниже уровня работы и кругом не задевается. Вообще, третий Sportage стал моей любимой машиной в полировке. И в плане оклейки, и в плане форм и материалов. Прозвал ее Harley Quinn. Ну похоже же. Между нами определенно возникло притяжение. По антигале с 520-кой особо сказать нечего. Машинки в руки и поехал. А погода? Погоду что надо. Щели продул, стыки почистил, обезжирка. Защитное покрытие на кузов не заказывалось. Как я понял, этим владельцы не прочь заняться сами. Вот такой финиш получился на выходе. Естественно, чистка стекол изнутри и снаружи. В этот раз Smart Open Display. Black Round для чернения шин. И это мой новый фаворит среди чернилок. Консистенция йогурт. Запах что-то приглушенно-ягодное. Но главное, как разносится и как ложится. Подсохнет и финальный вид будет в конце. А по стойкости постараюсь рассказать позже. Жабо тут изрядно выцвело. Исправил с помощью Pride Plast. Восстановитель внешнего пластика это тоже нечто йогуртовое. Но по запаху что-то ближе к гелю для стирки или женской косметики. Я не смог точно разобрать, но вот такие ассоциации. Вообще, пару запахов я даже забыл. И чтобы не ехать до гаража, зашел на понюхать в ближайший магазин. Ребятам из EDS, привет. Pride Plast хорошо разносится. И визуальный эффект что надо. Обработал им не одну машину. Мой номер один среди составов этой группы. Последние штрихи по салону. Консервация кожи с геройским Velvet Leather. И пропитка пластика со смартовским Plast Magic. Вот почему желательно работать с прорезинными фонарями. Ткнешься таким в машину и ничего не испортишь. И давайте к результатам. Услада для глаз, когда машина с пробегом выглядит почти как новая. И не надо забывать, все это в первую очередь делается для людей, которые зайдут в гараж, посмотрят на свою машину будто впервые, испытают забытые эмоции и снова в нее влюбятся. Проверено не раз и на себе и на других. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Часто спрашиваете, сколько стоит работа из ролика. Цены складываются из разного. И чтобы вас сориентировать, я составил еще более подробную таблицу, ссылка в описании. Там же мои контакты. Буду нужен, пишите. Работаю рядом с Уфой. Впереди ролик вот с этим красавцем родом из Калифорнии. Большая работа с новичком в семье и многое другое. В описании оставлю ссылку на свой блог. Там почти все машины, по которым нет роликов. Любителям чтения и фоток, думаю зайдет. Тем более, альтернативы ютубу я пока не готовлю. А Drive2 в случае чего поможет не потеряться. Не теряемся. Спасибо. И будьте здоровы.